Да, да, да. Из-за чего? Это произошло из-за того, что Вы оставили жизнь, покинули тело в прошлый раз, в прошлой жизни, в результате сильного страха. То есть был сильный испуг, как бы. Это молитва побеждается, то есть нужно неподвижно сидеть, молиться часа по полтора в день, и можно постепенно убрать это из сердца, от страха. Но он из прошлого идет, не из будущего, а из прошлого. Сейчас уже в жизни, ну, это не предстоит такое же испытание. Это просто Вы не можете опомниться еще из того, что было. Уже вот это самое граждание, что и мне это мешает, потому что я и не работаю нормально. Мне не надо это все доказывать, я Вам уже дал ответ. Я понял. Нужна молитва, неподвижное положение тела, молитва. Вытащите сердце эту силу, сжечь. А мне как на это время не понадобится? Ну, что Вы торгуете с Богом? Сколько понадобится, сколько понадобится. Делайте это, и Вы увидите, как это произойдет. Зачем мне Вам промежутки временные говорить, чтобы Вы потом разочаровались, если это не произойдет в это время? Допустим, я иду в хлебный магазин. Мне говорят, через 15 минут будешь. Я такой расслабился, иду, и прихожу через 2 часа. Говорю, а что такое, почему не через 15 минут? Ну, потому что Ты шел медленно. Когда Вы мне по времени задаете вопрос, это нечестно перед Богом. Потому что все зависит от Ваших усилий. Если, допустим, Вы 2 часа в день очень концентрировано будете молиться, через 2,5 месяца у Вас все закончится. А если Вы будете не концентрированы 2 часа в день, то через 4-5 месяцев. Если Вы будете по часу в день молиться, концентрировано, то через 3,5 месяца. А если не концентрировано, то через 1,5 года. Какой период, что мне сказать Вам по времени? Потому что все зависит от Вашего труда, а не от времени. Молитвы, которые, совершая утренние, не всегда получается вставать рано. Лучше совершать не молитвы, а молитву. И лучше всего одну, именно прославляющую Бога. Она должна быть короткой, читаться на четках. Мусульманская молитва короткая есть, молюсь, но вот еще есть... Вот эти молитвы 33 раза, они убираются, но они по времени не получаются. Мало, 33 раза мало. Да, вот я хотела спросить, сколько нужно вот эти молитвы читать? Еще и молитвы из намаза. Надо одну только читать. Одну только читать? Да, допустим, Богу хвала там, амхамдулили. Вот. Да. Читайте. Я читаю. Минут по 40 в день. Хорошо. И минут по 40 достаточно. Понимаете, есть правила молитвенные, предназначенные для придержания жизни. Это намаз, допустим, оно вдохновляет на духовную жизнь. Но если вы хотите побеждать судьбу, нужно бить в одну точку. Это короткая молитва, прославляющая Бога с целью забыть себя. То есть человек погружается в отношения с Богом. Он как бы в его жизни живет, не в своей. И ждать, чтобы вас сгорает. Да, это на запад направление. На запад стоят диспанс. Я хотела спросить, я вот сидя читала, а вот сейчас начала стоя. Вот как вы говорите, что стоя не подлежит. Супер, супер, да. Стоя, у меня все затекает, но я терплю. Потому что знаешь, что это страшно. Сколько вы стоите? Ну, у меня получается где-то вот 30 минут, 35. Вот так вот я... Нет, 35 минут уже начинает сниматься. Отек уже будет сниматься. Да, уже начинает. Но ноги... Вот если вы будете 45 стоять, то вообще как бы отека не будет уже. А будет, тело начнет расслабляться. И у меня выпрямляется, чувство позвоночника начинает выпрямляться. Я прям вот поднимаюсь как-то наверх. Я еще хотела спросить, вот молитвы другие, православные, например, молитвы. Молитвы о себе. Можно читать? Сиропин Саровского. Ну, это как эксперимент. Ну, то есть, можно все читать. Ничего запрета там нет у людей никакого. То есть... Но в это время не входит, да? Я вот просто читал Аль-Хамду-Лилля, то есть это не моя вера, но и читал вот эту молитву, пробовал, тренировался. Это просто изучение этого мира, как познание мира. То есть, ну, вера должна быть своя, оставаться, не надо ничего менять. Экспериментировать. Я не хочу менять, да. Ну, классно. Экспериментировать можно. Ну, это познание просто. Вот почему люди так вот это читают? Чего им это дает? Почитала, узнала, дальше опять свое. Старайтесь погружаться глубже в свое, чем бегать, прыгать по-разному. А когда молишься представлять вот энергии золотой, или Мекку, или Книгу? Лучше не энергию представлять, не энергию, а конкретно что-то. Вот лучше имя Бога представлять. Аллах, допустим. Прямо на него настраиваться, кланяться ему. Или священное писание. С этой самой лучшей Мекку тоже хорошо кланяться Мекке прям. Спасибо. А мне поможет это со здоровьем? У меня очень сильно позвоночник, слабо, исполкует верхнюю часть шеи. И ноги. Боль. Нужно еще помимо неподвижного положения тела еще двигаться, учиться. Вот если вы будете 40 минут в день бегать где-то, и 45 бегать, и 45 стоять, это не каждый день на двор. То у вас все пройдет. Вот это все пройдет. Потому что такая сильная скованность, и руки не имеют. Вот эта скованность означает длительное движение, длительное стояние. Скованность проходит. Напряжение – это вид старения человека. Есть три вида старения. Один вид старения – это напряжение, потом спазмы, потом инсульт. Это три стадии старения. Напряжение, спазмы или боли, потом инсульт или инфаркт. Второй вид старения – это лишний вес, потом вторая стадия доброкачественной опухоли и злокачественной. И третий вид старения – это жар в теле, потом воспаление, потом язвы. Жар у меня сейчас, жар. Нет, жар у вас напряжение. Напряжение сильное. С работой, наверное, тоже связано. Напряжение. Потому что постоянно приходится... Напряжение – это старение человеку. Вот время идет, время две действуют на нас. С возрастом человек, одно из трех, или два из трех, или три из трех видов старения включается у него в жизни. У каждого человека, кто бы руку не поднял, у каждого человека что-то уже есть, какой-то вид. И они преодолеваются тремя видами аскезы. То есть напряжение преодолевается длительным движением и неподвижным положением тела. Жар в теле преодолевается неподвижным положением тела и постом. Лишний вес преодолевается постом и движением. А вот упражнения с утра их делать? Упражнения с утра дают тонус человеку. Они не продлевают жизнь, не лечат. Вот если человек там наклончики, зарядочку, это просто дает работоспособность. Статически принимаешь? А статически это не упражнение. Это если ты вот неподвижно замираешь в одном положении больше получаса, это уже не упражнение. Это вот и есть победа над судьбой. Ну получас надо зажать, да? А если меньше, это уже не то, оно помогает. Ну как бы, понимаете, если мы говорим о долголетии, тогда нужно, может, парочку упражнений всего делать. Нагнулся вперед и лежишь вот так, потом разогнулся, наоборот и лежишь. И по полчаса минимум. Это увеличит продолжительность жизни, пробивает психические каналы тонкие и лечит хронические заболевания. А если ты, допустим, делаешь по две минуты каждое упражнение йоги, это уже для тонуса, для бодрости, для работоспособности. Но не для долголетия. Олег Геннадьевич, я хотел спросить, ушел папа 15 лет назад. А вы немного вопросов одна задаете. Извините, вот это я только хотел спросить. Продолжать молиться или уже не нужно? Ну вы же сами чувствуете, что почти уже закончили, уже чуть-чуть осталось. И каждый день я должен, наверное, это делать. Ну вот сами решите. Спасибо большое.